Кольцо вокруг Грозного продолжает сжиматься. Войска, периодически проводя перегруппировку сил, продолжают медленно, но верно продвигаться вперед. И хотя здесь, в Чечне, военные предпочитают не делить свою операцию на этапы, то, что сейчас происходит здесь, официально называется третий, заключительный этап операции, цель которого окончательное уничтожение бандформирований. Однако основные силы боевиков по-прежнему сосредоточены в Грозном. Но командование объединенной группировки войск на Северном Кавказе продолжает утверждать, что Грозный брать не будут. Впрочем, сейчас уже объявлено, что Грозный полностью блокирован войсками западного и северного направлений. Однако то, что будет дальше с чеченской столицей, генералы держат в строгом секрете и пока не говорят о стратегическом успехе. По-настоящему успешной операцией федеральных сил на этой неделе стало блокирование третьего по значению города Чечни – Аргуна. Он имеет важное стратегическое значение. Это ворота к Грозному. Это тот перекресток в Чечне, который ведет на север, юг, восток и запад. Аргун находится всего в 10 километрах от Грозного. Пока неясно, все ли боевики ушли из города. Внутренние войска пока очень медленно зачищают окраины Аргуна. Сверху город выглядит совершенно безлюдным. Операция по вытеснению боевиков заняла несколько дней, и бои были очень серьезные. Мы стали свидетелями того, как действовали десантники, когда они после взятия окраин города решили провести разведку боем. По некоторым данным, город обороняло до тысячи боевиков. Более двухсот из них было убито. И не только во время обстрелов артиллерии и авиации, но и во время ближнего боя. Поскольку подступы к Аргуну покрыты лесистыми холмами, которые солдаты попросту называют «зеленкой», федералы применили новую тактику. Переняли тактику противника. Прочесывание, действие мелкими группами, когда действует группа 5-7 человек, выходит впереди, если противник обнаруживается, все, уже точка засечена, группа отходит назад, артиллерия, авиация начинает туда долбить. Офицеры внутренних войск не питают иллюзий по поводу зачистки Аргуна. Это очень сложная операция. Боевики явно еще находятся в городе. И доказательством тому являются несколько попыток их прорыва из Аргуна в сторону осажденной столицы. В последнее время, чтобы показать, что они все еще контролируют ситуацию, бандиты попытались демонстративно зайти в уже освобожденные села. Это им удалось сделать только в селении Новогрозненский и только на сутки. Сами местные жители потребовали, чтобы они ушли. Федералы силу не применяли. Еще один пример того, что действия федеральных сил в Чечне находят поддержку у местных жителей. Создание отрядов ополчения. Среди этих людей есть те, кто еще недавно с оружием в руках сражался против российской армии. Теперь они носят форму этой армии и получили новое оружие. Раз есть ополчение, значит они тоже надоели международные террористы, которые хозяйничают здесь и творят что угодно. Надоели бандиты разных хвостей. Командует этими отрядами бывший мэр Грозного, бывший командующий вооруженными силами оппозиции и бывший заключенный Беслан Гантамиров. Его авторитет в Чечне довольно высок. А это здесь главное. Поэтому ему даже не требуется официальный статус. Я политик и в ближайшее время намерен вернуться в политику. Как только я поставлю в реально действующий ритм Чеченскую гвардию, Чеченское ополчение, я сниму военную форму и надену цивильный галстер. Ополченцы уже приняли боевое крещение. Со второй попытки они сегодня взяли под контроль родное село Гантамирово Гехи и еще два населенных пункта Урусмартановского района. Сейчас в этих отрядах чуть более ста бойцов. В дальнейшем их численность планируется довести до шести тысяч. Пока отношение к этому неоднозначное. В конце концов, некоторые из ополченцев воевали на стороне Дудаева и его последователей. Но очевидно, что создание таких отрядов – часть политики России в этом регионе. Люди сами вместе с нами завершают его полный разгром. И в самое ближайшее время мы их, я думаю, и сгоним. А кто не сдастся, того уничтожат.